Продолжение следует... Таким образом, они все становятся протагонистами, образовывают движения сопротивления. В катсценах они будут вести диалоги или монологи. Ну а Бегли — это крайне продвинутый AI, который осуществляет координацию Dead Sec. Он мультизадачен и способен обрабатывать огромные объемы информации, но все же сюжет движется вперед именно благодаря оперативникам. Окей, тогда вернемся к механике постоянной смерти. Неужели действительно можно нанять любого гражданина Лондона? Если вы видите кого-то на улице, значит, этот человек может стать частью сопротивления. Никаких ограничений нет. Каково тогда наказание от Permadeath, с учетом того, что нанять можно кого угодно? Допустим, вы играли оперативником часа четыре, он стал лучшим стрелком, лучшим хакером, а потом погиб. Почувствуете ли вы негатив, как, например, в Dark Souls? Оперативники будут развиваться, и по мере этого развития вы сможете онлочить перки для создания идеального билда. В то же время будет развиваться все движение сопротивления, Dead Sec. Чем больше вы играете, тем сильнее становится сама организация, и у вас появится возможность делать апгрейды, влияющие сразу на всех оперативников в вашей команде. Таким образом получается двойная система развития. Смерть не наступает в обязательном порядке. У вас всегда есть выбор сдаться и остаться в живых. Но если прокачанный оперативник умирает, то он умирает. Остается организация и другие бойцы, но его уже нет. Круто, но на всякий случай, чтобы нашим читателям было понятнее. Получается нечто вроде XCOM. Вся организация развивается, и этот прогресс необратим. Но если вы потеряли опытного бойца, и вместо него прокачиваете с нуля посредственного зеленого новичка, играть становится сложнее. Да, совершенно верно. Dead Sec по мере прохождения игры становится сильнее, и никто не способен откатить этот прогресс обратно. В Watch Dogs Legion есть определенные RPG-механики. И кроме общего развития, имеется еще и личное, для каждого оперативника, вплоть до анлока специализации. Опытные кадры делают игру чуть проще, но это не значит, что потеряв их, вы окажетесь в ситуации гейм-овер. Окей, понятно. Теперь по поводу получасовой презентации. На мой взгляд, этого недостаточно. Мне понравилось профилирование и сбор информации, но некоторым геймерам в зале, особенно юным, хотелось больше стрельбы и больше экшен. Будет ли в этом плане в игре больше свободы? Например, возможность нападения, сверкая всеми пушками, без всякого стелса, что в конечном итоге позволит добиться тех же целей. В Watch Dogs Legion можно играть так, как вам нравится. Многое зависит от классов оперативников, но ведь именно вы отвечаете за набор, за развитие, и даже за конкретный билд каждого бойца. Допустим, у вас есть три штурмовика, однако и штурмовиков можно сделать разными. Мало того, даже в подходе пушки на гало есть свои нюансы. Ведь вы можете применять как летальное, так и нелетальное вооружение. Хотите стелс? Запросто. Отслеживайте паттерны патрулей, вырубайте их тихо по одному. Хакер — это третий путь. Он может контролировать не только своего дрона-паука с электрошокером, но и вражеских боевых дронов. При этом каждый оперативник — хотя бы начинающий хакер. Стрелок и шпион в одном лице. А дальше все зависит от выбора класса и специализации. В первых двух частях были классические экшн-протагонисты. Спортивные типы, которые бегали, прыгали, стреляли, угоняли автомобили, но и заодно взламывали что-то. В Legion появились по-настоящему профессиональные хакеры, но это может быть бабушка, у которой артрит, и ей вообще не до прыжков. Вы вообще решили уделить профилированию и хакингу больше внимания? Как мы уже говорили, у вас будет возможность выбрать любого горожанина и рекрутировать агентов по собственному вкусу. Нужен бывший военный — он присоединится к сопротивлению. Атлетичный хипстер — такие тоже есть. Хотите команду целиком из дедушек и бабушек — без проблем, вам решать. Комбинации с всего вышеперечисленного тоже доступны. Нам нужно было убедиться в том, что в распоряжении геймера будут все доступные инструменты. Мы создавали ощущение погружения в мир игры, ведь многие из горожан — не зеленые новички. Их предыстория имеют значение, а навыки из нормальной жизни помогают дедсек как организации. И мы говорим не о чем-то эфемерном, а о конкретных геймплейных бонусах. В конце концов, игрок решает, кем будет вот эта бабушка — стелсером, хакером или инфорсером. Бабушка-штурмовик. Такое возможно? Да, ведь вы назначаете класса оперативникам. Есть желание выдать бабульке пулемет? Пожалуйста, мы не против. Будет ли у дедсек центральный хаб? Место, где можно отдохнуть, залезать рано и подготовиться к следующей миссии, ну и просто потусить с друзьями-хакерами? Да, непременно будет такое убежище, но мы пока что не можем о нем говорить. Однако до релиза еще обязательно поделимся информацией. Лондон — город контрастов. Вот вилла российского олигарха и хоромы его благообразных соседей, а через пару-тройку километров можно увидеть более чем скромные домишки, в которых рабочие ютятся аж со времен индустриальной революции. В общем, социальное расслоение налицо. Увидим ли мы это в самой игре? Мы потратили огромное количество времени на то, чтобы сделать Лондон как можно более реалистичным. У всех районов будет свой уникальный характер. Если вы были в настоящей британской столице, сразу все поймете. В некоторых помпезных районах проживает элита. Все контролируется органами правопорядка, исторические памятники тоже под постоянной охраной. Но есть и районы другого типа, например, Кэмпдон. Это уже настоящая альтернатива. Здесь полная свобода самовыражения, повсюду стрит-арт и граффити. Так что да, у нас представлены все ипостаси Лондона. Ну и последний вопрос, не очень серьезный. Российская презентация Watch Dogs Legion начинается со слов «Лондон в жопе», что с русского на английский можно примерно перевести как «Лондон is fucked». Вы не в курсе, нет ли внутри компании некого специального гайда по презентациям, который рекомендует в любой стране начинать их с местного аналога «Лондон is fucked». Честно говоря, полагаю, что этот вопрос по поводу русской презентации лучше адресовать местному представительству компании. Но все же вы случайно не знаете, как презентация начинается в Кельне или в Лос-Анджелесе? Все зависит от того, о каком типе презентации вы говорите. Если о такой, как здесь, на «Игромире», с ведущим, то скорее да, месседж действительно состоит в том, что Лондон, мягко говоря, переживает далеко не лучшие времена. Спасибо вам огромное за интервью. И вам спасибо. 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 Спасибо.